В детских оздоровительных лагерях стартовала первая смена. Их в Тюмени открылось около 90. 4 тысячи девчонок и мальчишек уже благополучно добрались до места и особое внимание, конечно, безопасности. Как организован процесс перевозки и все ли отвечает строгим правилам, узнал Николай Смирнов. Около 150 тысяч детей отдохнут в этом году в детских лагерях Тюменской области. К выбору перевозчика организаторы относятся очень ответственно. Мы выбираем надежного перевозчика, документы которого соответствуют всем требованиям федерального закона. Всегда есть сопровождение ГАИ. Отправляем списки, детей садим согласно этих списков. Обязательно медицинский работник. Два сопровождающих в автобусе. Еще больше требований к самому автобусу. Тут и возраст не больше 10 лет, и обязательно с 1 июля оранжевая мигалка, и общее техническое состояние. Также тщательно отбираются водители. ГЛОНАСС установлено, спутника навигации. Там всегда можно проконтролировать, где находится автобус, с какой скоростью он движется. Токографы стоят. Это режим труда и отдыха. Тоже контролируется, чтобы водители не уставали. Водители работают, допускают перевозки, у которых стаж от 3 и более лет. У меня в штате самый молодой водитель, у него опыт водительский стаж автобусный от 9 лет. Сейчас один или два автобуса с детьми отправляются после уведомления в ГИБДД. Оно подается в электронном виде. Если автобусов 3 и более, заявка отправляется за 10 дней. И тогда сотрудники полиции не только проверят сами машины, но и оценят безопасность маршрута. Если маршрут не будет отвечать требованиям безопасности, мы, соответственно, порекомендуем изменить маршрут и предложим свой вариант. Либо, допустим, изменить вид перевозки детей с автобусного, с транспортного, допустим, на ЖД-транспорт. Формальностями лучше не пренебрегать. Тем более, что сделать это несложно. Все документы, необходимые для организации сопровождения автобусов с детьми и подготовки уведомлений, размещены на сайте госавтоинспекции. Кроме того, они направлены во все детские учреждения, во все департаменты и все компании, которые занимаются перевозками детей. А вот те, кто решит устроить поездку самостоятельно, ждут большие штрафы. 25 тысяч на должностное лицо и 100 на юридическое. Николай Смирнов, Андрей Харькин, Дмитрий Ларичев. Тюменское время. Спасибо.